Краткая информация для всех пути насосов. В составе нашей Российской Федерации 21 республика. Там у нас и Чечня, и Дагестан, и Башкирия, и Катарстан, Алтай, Бурятия, Хакасия. Ой, короче, там очень много всего. А вы знаете, какую республику Российская Федерация взяла без крови? Точно? Никакую. Кстати, в том числе и бывшие республики Советского Союза. Повсюду русский Иван приходил с мечом и убивал людей. А знаете, в каких республиках официальным языком признан только родной язык? Все верно, ни в одной республике. Везде насадили русский язык тоже. А вы знаете, сколько республик не платит дань Москве? Правильно, только Чечня. Если вы мне сейчас там Конституцию начнете зачитывать, то я вас удивлю, что Конституцию уже изменили с приходом Путина. И все республики как один платят товарищу Путину. Вот такие вы добрые и хорошие. Если вы сейчас начнете, мне говорите, а вот Америка. А вот в состав Америки входит всего 5 островных государств. И то там свой родной язык, и они не платят США. Если вы сейчас мне будете говорить, что вот туда США вторглись, вот сюда США вторглись. Да, они мудаки. Из-за того, что типа сильные пошли решать чьи-то проблемы. Но знаете, они решили проблемы. И на сегодняшний день я не вижу там американского флага. И свой язык они туда не культивируют. Наверное, потому что только Россия настолько нациалистическая и фашистская страна, что свой язык везде пихает. Да и вообще в Америке нет официального языка. Или вы не в курсе? В Америке вам не будут кричать Америка для американцев. Потому что это страна гастарбайтеров. Тех, кто возненавидели своих диктаторов, поехали осваивать новые земли. Когда диктаторы начали душить эти новые земли, они свергли эту власть и образовали новые государства. И разговаривали в то время на десятках языков там. Поэтому и нет официального языка в Америке. И знаете, чем занялись эти ребята, которые начали называть себя американцами? Они начали развивать свою экономику. Потому что, в принципе, они туда и поехали, чтобы хорошо жить. А вы зачем живете? Давайте вот цель придумаем для России. То есть американцы живут для того, чтобы экономически развиваться. для того, чтобы становиться сильнее. Вы для чего живете? Вы живете для того, чтобы подчинять себе силой республики, забирать у них родной язык, убивать их. Какая еще цель у вас? Хорошо жить? Ну, не рассказывайте мне. Выйдите на улицу, посмотрите, как вы хорошо живете. И в кошелек свой загляните. А вот теперь включайте телевизор и наслаждайтесь тем, какие вы великие.